здравствуйте уважаемые студенты мы сегодня продолжим наше занятие согласно учебного плана утвержденного систематического плана проводим занятие номер 13 по предмету гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций тема сегодняшняя называется значит 13 тема тема называется значит причина утечки ядовитых газов на объектах народное хозяйство . признаки утечки газа и способа защиты населения в подобных ситуациях давайте мы с вами запишем значит наши как говорится учебные вопросы которые мы будем проходить сегодняшнее занятие значит первый учебного причина и признаки утечки ядовитых газов на объектах народного хозяйства так и второй учебный вопрос организационные мероприятия по предупреждению аварии при использовании газа на народно-хозяйственных объектах и бытовых условиях много природные газы являются источниками опасности для человека однако наиболее опасным является металл это городской магистральный газ жизненный нефтяного газа баллона использовали быту например утечка они вызывают удушение отравление и способы привести к взрыву поэтому необходимо знать неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми приборами экологиями печами и ухода за ними это необходимо первый учебный вопрос мы с вами записали причины и признаки утечки ядовитых газов на объектах народного хозяйства например настоящее время что до 7 миллиона химических веществ и соединений которые выше 60 тысячи ходит применение деятельность человека это международном рынке значит появляется около 500 до 1000 новых химических соединений смеси то есть нас как говорится окружающего мире например большинство значит применяем для как говорится изготовление вещей например для изготовления например техники для изготовления например в нашей окружающей среде применяется химические вещества ну прямее привет на привод нашей мышка вот это как компьютера ноутбук тоже оболочена как говорится с пластмассой химическое вещество или например вот химическое вещество например или как говорится окружающие нас вот подоконники например наших вот оконах например лилионов которые находятся под вашей ногой например или другие 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 химические вещества которые нас как говорится мы пользуемся для изготовления веществ химическая авария учреждения предприятий тоже проведет отбросу значит наши окружающие среды химические вещества которые приводят к отравлению человека может повлиять на жизни людей на жизнь и здоровье человека химические аварии может сопровождать взрывы и пожары после взрыва пожаров тоже выбрасывается многочисленное количество отравляющие вещества окружающей среды опасность химической аварии для людей животных заключается нарушение нормальной жизни детства организм человека и возможно отдельных генетических последствий при попадании отравляющего вещества в организм человека через дыхательные пути кожа селезистые оболочки раны и другие как говорится отравляющие вещества приводит к отравлению людей а им может попасть на людей в организм человека с помощью пищи например большинство случаев при обычных условиях отравляющего вещества находятся газообразными или жидким состоянием то есть парообразным состоянием например однако на производстве значит может быть он как распространяется типа газообразная или типа парообразная например попадание отравляющего окружающего среды может произойти например мы произойти при производстве авария при стихийных действий при транспортных аварий от по рисунково видно вот при транспортной аварии по химической аварии и других аварий например источником химической аварии могут быть выбросы опасных веществ например или при возгорании например какие-нибудь химическое распространение отравляющего вещества или аварии железнодорожного транспорта при перевозке сильно ядовитых веществ например кислоты разные например или другие например щелочные как говорится химические вещества причина аварии на производстве используется химическое что чаще всего бывает это как может быть произойти аварии это нарушение правила хранения или транспортировки или несоблюдение правил техники безопасности выход из строя агрегатный механизм то есть морально устарели несвоевременно как говорится проверка неисправность средства транспортировки посуды у куст и можно сказать и разгерметиз Christianity us ch и средства ранилие или перевещение нормативных как говорится запасами и неправильно хранения вот это так вещи вот это все является 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 нарушением хранения веществ значит вот это все как гориса проведет утечка, как говорится, отравляющие веществ. При аварии в атмосферу выброс отравляющихся образуется зона заражения. Это двигается, это неправильно хранение, например, неправильно хранение. Это выброс в атмосфере, это это имеется отравляющиеся в атмосфере. Человек дышит, например, и дышит, например, наши животные, например, или дышат, например, растения, например. Облако газа, пара аэрозоли, отравливающие веществ, значит, действует на организм человека через дыхательные пути, например, где приходит слизоточивость, например, головокружение, рвоты и другие, например, как говорится, последствия приведет человеку. Вот. Это все приведет, может привести отравление человека, например, который оставляет свое осложнение, например, осложнение это, например, глаза плохо будут видеть, например, или там голова часто будет болеть, например, или, например, для разрушения кишечных трактов, вот, или разрушение организма человека, это все, все, все зависит, Например, как повлиять на организм человека. Особенно он может повлиять на слабые органы, например, при виде тяжелых последствий и маленьких детей, например, больных, пожилых людей и то другое, 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 другое. Комплекс мероприятий защиты отравляющих веществ включает, это первое, жизненные технические мероприятия по правильному хранению транспортировки использования отравляющих веществ, например, или сильно видовитых веществ, например, подготовка сил, средства, ликвидация химически опасных аварий, если возникнет аварий, например. Второе, следующее, обучение порядка правил пользования, например, легковоспределенности или взрывоопасными веществами, например. Следующее, обеспечение средствами индивидуальной коллективной защиты. Следующее, последний химический контроль за хранением отравляющих веществ. Вот это мероприятие должны знать каждый руководитель, даже каждый гражданин Республики Узбекистан, например, химические вещества. Краски, например, хранит в отодионных местах дома, например. Или, например, бензин или солярку, или, например, растворители, например. Или, как говорится, при использовании, как говорится, в печах, например, вот в некоторых районах нашего города даже есть, некоторые наши в лоятах есть, например, специально форсунки, например, газовая трубка приходит, пропускает через форсунку, значит, там вот этот газ горит, значит, нагревается плита, значит, дается тепло в холодное время года, например. Вот это вот печки должно быть моро, значит, у них должно быть воздуховтягивающие приспособления, которые обгоревшие, как говорится, газы, должны выходить на улицу, то есть должны проверить, например, выход на улицу, вот, специально. Дальше прогнозированы возможности химического заражения, значит, Кенгеса, предупреждение о повышении непосредственно угрозы, например, отравляющими веществами, химические разведки района аварии, своевременная эвакуация персонала, например, поиск пострадавшего, оказание помощи и локализация последствий чрезвычайных ситуаций при возникновении отравляющих веществ. Вот это все должно быть.